Это действительно улетные огурцы, потому что съедаются моментально. Итак, приступим. На дно баночки укладываем листик хрена, несколько веточек ботвы. У ботвы грубая часть нужно обрезать, нам нужна только верхняя сочная зеленая часть, без всяких повреждений. И укладываем огурчики. Огурчики должны быть одной длины, вот такие. Укладываем как можно плотнее. Чем плотнее мы уложим, тем больше будут они хрустеть. Вот так. Дальше опять укладываем морковную ботву. Несколько кусочков листиков морковки и помидорчики. Помидорчики должны быть плотненькие, вот такие, небольшой формы. И сверху листик хрена. Вот таким образом. Вы как заметили, в этом рецепте нет ни чеснока, ни укропа. Потому что морковная ботва дает неповторимый вкус и аромат нашим огурчикам. Заливаем наши огурчики бурлящим кипятком под самый верх и закрываем крышечками. Стоят 10 минут. Сливаем и опять ставим на огонь. Кипятим и заливаем второй раз до самого верха, прикывая крышечками. Стоять будут 10 минут. Вот таким образом. Пока не будут остывать, я подготовлю маринад. В оставшуюся воду положу соль и сахар. Количество ингредиентов укажу в конце видео. Поставлю на огонь. Покипит 5 минут. Добавлю уксус. И заливаю наши баночки до самого верха, чтобы даже часть маринада вытекла. Прикрою крышечкой. Именно тройная заливка кипятком дает нам возможность хранить эти огурцы не только в прохладном месте, но и при комнатной температуре. Крышки не закрываем. Потрясем немножко вот так наши огурцы, для того, чтобы вышли остатки воздуха. Будут выходить пузырьки воздуха. Вот так они все вышли. И теперь закрутим наши баночки. Закрутили, проверили на герметичность и закрыли на 24 часа теплым пледом или полотенцем до полного остывания. Храним или в погребе, или при комнатной температуре в темном месте. Продолжение следует...